12 благословений по причине страха Божьего И каждый из нас должен иметь страх Божий в своем сердце Это так страшно, потерять страх Божий Конечно же, благословений намного больше Но сегодня я перечислю 12 из них И если мы будем иметь страх Божий, то увидим эти благословения в своей жизни Когда человек только приходит к Богу, он наполняется страхом Божьим Полон энтузиазма Но я заметил такую вещь, что с годами можно потерять страх Божий Предположим, человек солгал, и он просит прощения у Бога Его сердце наполнено страха Божьего Но со временем грех может стать чем-то обычным И тогда грех перестает быть грехом Давайте откроем книгу Притч в 8 главу 13 стих 8 глава 13 стих Страх Господень Ненавидеть зло Гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу Смотрите Гордость, высокомерие, коварные уста я ненавижу Люди порой много сплетничают И хотя они слышат обличающие проповеди Тем не менее, продолжают сплетничать Возможно, человек не понимает, что он сплетничает И нужно дать определение тому, что есть сплетня Коварные уста Вы знаете, что это значит? Когда ты терпеть не можешь кого-то Сегодня утром я говорил о том, как нужно молиться Сегодня все молятся, но знают ли они, как молиться правильно? Ученики Христа также задавались этим вопросом И поэтому Иисус Христос дал им правильную модель молитвы Эта молитва очень наш Я не говорю о молитве на языках Но о том, с каким сердцем мы встаем на молитву Человек может молиться три часа И ты думаешь, он такой духовный Но, возможно, он грешил на протяжении трех часов Если человек молится так Господи, покажи этому человеку Сделай с ним то-то и то-то Это уже колдовство Или же кто-то молится Пусть эта девушка Или же этот парень полюбит меня Но Иисус сказал Молитесь так Отец, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя Как на небе, так и на земле В такой молитве столько смирения Апостол Павел не раз подвергался гонениям Но он никогда не молился Господи, покажи этих людей Сделай с ним то-то и то-то Самое большее, что он мог сказать Господи, обличи их Но он никогда не желал кому-то зла Сегодня, становясь на молитву Прежде мы должны очистить свои сердца От гнева и злобы И только потом молиться Молиться с правильным сердцем И тогда Бог ответит на нашу молитву Итак, когда мы ненавидим зло Это есть страх Божий Но если ты не ненавидишь зло Я прочту еще раз Посмотрите, что здесь написано Страх Господень Ненавидеть зло Давайте откроем книгу Экклесиаста Эта книга сразу же после книги Прич Последняя глава Последний стих 12 глава, 14 стих Ибо всякое дело Бог приведет на суд И все тайное Хорошо ли оно или худо Выслушаем сущность всего Бойся Бога и заповеди Его И соблюдай Потому что в этом все для человека Ибо всякое дело Бог приведет на суд И все тайное Хорошо ли оно или худо Царь Соломон, который испробовал многое Говорит Бойся Бога и соблюдай заповеди Его Бойся Бога и заповеди Его соблюдай Можете повторить со мной Бояться Бога и хранить Его заповеди Аллилуйя Это не значит, что мы постоянно нарушаем Его заповеди И потом каемся Но мы должны хранить их для того, чтобы получить благословение И для тебя приготовлено 12 благословений И каждый из вас может быть благословен Если в вашем сердце есть страх Божий Поверьте, я говорю истину, и в этом нет коварства Так говорит Слово Божие Все, о чем я говорю, сам пережил когда-то Когда я осуждал людей Были благословения, которые отсутствовали в моей жизни Но однажды я принял решение Я сказал Довольно Пусть эти люди живут, как хотят Я больше не стану судить Я не хочу съесть неправильные вещи Чтобы потом не пожать их Знаете, если даже кто-то исплетничает о тебе Поверь, когда-то ты сам поступал так же И как только я хотел что-то сказать Я чувствовал, как Дух Святой внутри меня говорит Ты поступаешь неправильно Я решил Господи, я буду говорить правду Но не стану осуждать Потому что в моем сердце есть страх Божий Вы не можете представить, какие благословения после этого пришли в мою жизнь Знаете, после всякой победы приходят благословения Итак, 12 благословений придут в вашу жизнь, если вы будете иметь страх Божий Псалом 30, 20 стих 30-й Псалом 20 стих Как много у тебя благ Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя И которые приготовил уповающим на тебя Пред сынами человеческими Как много у тебя благ Кто хочет увидеть доброту Божию Помните женщину, которую привели ко Христу и хотели побить ее камнями Но он освободил ее, проявив милость и доброту к этой женщине И она была благословлена Благословлена жизнью Если ты живешь в страхе Божьем То увидишь благо в своей жизни В тот день, когда ты наполнишься страхом Божьим То непременно увидишь его благость Очень многие из присутствующих здесь нуждаются в благости Божьей Каждый понимает, что может любой момент согрешить Начав осуждать или сплетничать о ком-то Дорогие, я хочу сказать вам Не судите Совсем недавно я понял Что никогда в своей жизни не видел памятник людям Которые осуждают других Памятникам не ставят Людям, которые осуждают Памятник не ставят победителям И же сам человек может поставить себе памятник Поэтому будьте свободны от осуждения Не сплетничайте Знайте, как действует дьявол Тебе может прийти человек и начать сплетничать о ком-то Его цель вовлечь тебя в этот разговор И лишить тебя благости Божьей Аллилуйя Знаете, всякий раз, когда вы грешите И теряете страх Божий Лишаете себя благословений Это относится и к тем, кто сейчас смотрит нас В тот момент, когда вы теряете страх Божий И начинаете грешить Вы лишаете себя 12 благословений Итак, во-первых, мы лишаем себя благости Божьей Во-вторых Салом 33, 8 стих Ангел Господень А получается, вокруг боящихся Его Избавляет их Аллилуйя Итак, ангел Господень Защищает и избавляет тех, кто боится Господа Когда мы теряем страх Божий И начинаем грешить Тем самым разрушаем защиту Которая есть вокруг нас Когда мы осознанно грешим То лишаем себя защиты Потому что из этого стиха становится ясно Что ангелы защищают тех, кто боится Бога Я прочту это местописание еще раз Салом 33, 8 стих Ангел Господень А получается, вокруг боящихся Его Избавляет их Цело в том, что в нашей жизни Есть вещи, от которых мы должны получить спасение В жизни многих из нас есть проблемы Разочарования Вспомни то, от чего сегодня ты должен быть свободен Поднимите ваши руки, если есть такая проблема Только представьте Люди становятся необузданными Из-за недостатка знаний Сегодня я хочу сказать Каждый из нас нуждается в избавлении Но разве не ангелы должны избавлять нас? Говорим, Бог спасет Но Бог говорит, идите и защищайте тех, кто боится меня И живет в святости Так что существуют определенные законы Когда мы осознанно отступаем Одна девушка живет мирской жизнью Хотя когда-то ходила в церковь И на вопрос, куда исчезло твое стремление к духовному Дело в том, что если сегодня спросишь, почему ты не ходишь в церковь У человека всегда найдется множество причин Почему он перестал ходить Но если спрашиваешь, куда пропало твое стремление к духовной жизни Но они отвечают Все у меня в порядке, Бог со мной Бог с тобой, но насколько ты с Богом? Третье Вы благословлены? Я быстренько пройдусь Псалом 32, 18 стих 32, 18 Вот око Господне над боящимися Его И уповающими на милость Его Здесь написано Око Господне над боящимися Его Дорогие Как бы нам хотелось, чтобы око Господне было над нами Сколько раз мы молились Господи, неужели ты не видишь эту проблему? Господи, разве ты не видишь, как мне трудно? Сегодня у меня есть новость для вас Око Господне над боящимися Его Страх Господень в нашем сердце Обязывает Бога обратить свой взор в нашу сторону Он обращает внимание на твои проблемы На твою жизнь На твою семью Я молюсь Господи, не отводи твой взор от моего дома А это значит, что страх Божий В моем доме должен быть на первом месте Псалом 110, 5 стих 110 Псалом, 5 стих Пищу дает боящимся Его Аллилуйя Вечно помнит завет свой Написано, вечно помнит завет свой И кому Он дает пищу? Кому Он дает пищу? Написано, пищу дает боящимся Его А теперь, дорогие, когда мы продолжаем грешить Теряем праведность Страх Божий И когда мы молимся И хлеб наш насущный дай на на сей день Но ты отступил от пути Тем самым лишив себя благословений Приготовленных для тебя Господом Но сегодня речь не только о физической пище Но также о духовной Как объяснить, что в одной и той же церкви Во время одного и того же служения Один уходит домой, наполненный откровениями А другой ничего так и не получил И он говорит, что в церкви ничего нового нет Потому что пища Приготовлена для тех, кто боится Господа Я повторю, пища для тех, кто боится Господа Слава Господу! Альвуя! Давайте воздадим Господу громкие аплодисменты Шестое Тот же Псалом, 110 стих Начало мудрости, страх Господень Давайте остановимся здесь Начало мудрости, страх Господень Итак, страх Господень делает нас мудрыми В последнее время мы много говорили о мудрости О том, что каждый из нас нуждается в мудрости Мудрый человек способен устроить свое будущее Например, Авраам получил мудрость от Господа Выйти из своего города Если бы он остался в Авелоне Мы бы ничего о нем не узнали Что когда-то там жил такой человек Итак, Авраам получил мудрость Каждый из нас нуждается в мудрости Я также очень хочу поступать мудро в своей стране На своем рабочем месте И мне нужно знать, что предприменять сегодня Чтобы в будущем это послужило мне во благо Мудрость приходит к тем, кто имеет страх Божий Дорогие Кто бы хотел иметь мудрость? Бойся Бога И тогда получишь сверхъестественную мудрость Салон 144 15 стих Желание боящихся его он исполняет Мы часто говорим Господи, да будет Твоя воля Но у нас с вами также есть воля Послушайте Что бы вы хотели увидеть в своей жизни Только представьте Здесь написано Желание боящихся его Он исполняет Мне бы так хотелось, чтобы Бог исполнял все О чем бы я ни попросил Например, я прошу о пробуждении Он исполняет мое желание Послушайте, здесь написано Желание боящихся его он исполняет И не нужно роптать Почему мое желание не исполнилось? А вот его исполнилось Возможно, у тебя проблема со страхом Божиим? Я повторю Желание боящихся его он исполняет Господи, мы хотим иметь в своем сердце страх Божий Аллилуйя Мы хотим иметь страх Божий Дорогие, это очень важно Важно как никогда Я еще не говорю о том, что освобождаешься от ада Что попадаешь на небо Будешь жить вечно Я всего лишь говорю о жизни здесь, на земле Я знаю, у каждого из нас есть выбор Где он проведет вечность Аллилуйя Восьмое Книга-притч Десятая глава, двадцать седьмой стих Притчи, десятая глава, двадцать седьмой стих Страх Господень прибавляет в ней Летажи нечестивых сократятся Кто хочет иметь долгую жизнь Кто хочет жить счастливо Кто хочет насладиться радостью Знаете, я хочу сказать вам Что и верующий может стать нечестивцем Не думайте, что праведнику очень сложно стать нечестивцем Его разделяет лишь шаг Здесь ты во Христе, а здесь ты уже в миру Не живи так, чтобы твои дни сократились Пойся Бога, а не того, что происходит вокруг тебя И тогда ты будешь мудрым человеком Осталось еще несколько пунктов Девятое Книга-притч, 14-27 Все мое послание основано на слове Божьем Страх Господень – источник жизни Удаляющий от сетей смерти Если можно, пусть музыкант поднимется сюда От сетей смерти Вы знаете, что смерть расставляет сети? Написано Страх Господень удаляет от сетей смерти Слава Господу, дорогие, что наш удел – это не ад и смерть Что мы не боимся того, что нас ждет после смерти Мы верим в Господа Но здесь написано следующее Страх Господень – источник жизни И что Он удаляет от сетей смерти Каждый день мы получаем жизнь А в тот день, когда твоя земная жизнь закончится Ты получишь вечную жизнь В день, когда твоя жизнь погаснет Ты получишь вечную жизнь В тот день, когда, казалось бы, твоя жизнь закончилась Ты вновь наполнишься жизнью Возможно, вечером тебя унизили Но утром ты вновь наполнишься жизнью Возможно, вечером тебя оскорбили, но утром ты вновь наполнишься жизнью, потому что наш Бог, Бог жизни, и потому написано «Страх Господень» — источник жизни и единственный способ избежать смерти. Давайте жить в страхе Божьем. Аллилуйя! Десятая вам очень понравится. Книга-притч, 22 глава, 4 стих. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Псалом, 24. 24 стих, 14-е слово. 24, 14. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Послушайте. Каждый из нас хочет иметь с Богом близкие отношения, хочет чувствовать присутствие, прикосновение Божие. Но обратите внимание, здесь не говорится, что свои тайны Он открывает тем, кто верит в Господа, или же тем, кто принял и исповедовал Христа своим Господом. Нет, здесь написано «тайна Господня, боящимся Его». И завет свой Он открывает им, и Он смотрит и говорит «Это мой друг». «Это мой близкий друг». Аллилуйя! 12 пунктов, за которыми стоят 12 благословений для всех тех, кто боится Господа. Сегодня у нас есть такая возможность, и мы можем покаяться. Бог добр к тем, кто имеет страх Божий. Второе. Ангелы охраняют тебя. О, как Господь не обращен к боящимся Его. Милость Его велика к тем, кто имеет страх Божий. Он дает им пищу. Это начало мудрости. Исполняет желания тех, кто боится Его. Умножатся дни. Источник жизни. Получит богатство, славу и жизнь. Тайна Господня, боящимся Его. Человек, имеющий страх Божий, не станет грешить. Субтитры создавал DimaTorzok